Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, генеральный директор Ripple готов подать иск о XRP в Верховный суд. И стоит не забывать, что сегодня у нас довольно-таки важное событие. Например, сегодня SEC встретилась с Ripple. Итоги этого брифинга, они будут, видимо, завтра, потому что их еще нет. Ну и поступит ли иск Ripple против SEC в Верховный суд? И что, в принципе, стоит ожидать, поскольку уже 9 ноября наступило, а графика брифингов пока не видно. Что касается рынка криптовалют, он довольно-таки себя продолжает интересно показывать. Наконец-таки мы увидели продолжение роста, то есть рынок криптовалют забуксовал, но теперь он действительно пошел наверх. То есть мы видим, что Ethereum ушел за 2000 долларов. И также подтянулись остальные альткоины, которые себя еще до настоящего времени не показывали. Поэтому это очень хорошо, то есть мы видим продолжение роста. И по всей видимости, если мы говорим о всем рынке криптовалют и потенциальном росте, то у нас есть сопротивление. И это 1 триллион и 430 миллиардов долларов. То есть здесь мы еще, в принципе, по всему рынку имеем запас роста. То есть это сопротивление, которое, в принципе, если мы пройдем, то потенциально можем еще вырасти в район 1 триллион долларов и 620 миллиардов долларов. То есть мы в принципе еще будем иметь запас роста, поэтому сейчас хочу отметить, что вот те люди, которые там не покупали альткоины по самым низким там ценам, ну в принципе сейчас есть, скажем так, еще запас роста и есть шанс, что действительно маркетмейкер выберет ваш альткоин и пропампит его до слива рынка криптовалюты, до дампа биткоина и остальных криптовалют, потому что на самом деле, когда будет падение, оно заберет весь тот рост, который показывал рынок за последние месяцы. То есть мы видим, что XRP, например, уже два месяца показывает рост, ну и соответственно очень быстро его может забрать, это тоже нужно отметить. Что касается значит недельного таймфрейма по XRP, здесь мы значит подошли к сопротивлению 73 цента, пока что отбились, пока что торгуемся ниже, ну на самом деле еще есть потенциал роста, но определенно в рамках роста всего рынка криптовалют и в рамках той новости, тех известий, которые будут завтра после брифинга Ripple против всех. Что же в принципе нам скажет. И соответственно здесь сопротивление 74 цента, если мы его проходим, то у нас есть, даже в принципе здесь можно на пробой зайти, попытаться, если вы вне рынка и получить там примерно 13% до следующего сопротивления 85 цента в принципе мы можем дойти. И даже выше, да, если действительно новости будут очень-очень хорошие. Поэтому здесь определенно, если мы будем так и застаиваться и до конца недели закроемся ниже, то потенциал коррекции у XRP довольно-таки будет высок, но в рамках роста всего рынка криптовалют я почему-то в принципе уже не уверен, что будет какая-то здесь коррекция. Скорее всего XRP и постоит и пойдет дальше за всем рынком криптовалют, как по мне. Что касается, значит, интересно то, что значит генеральный директор, вот в преддверии, кстати, все-таки встречи с SEC, он готов уже подать иск у XRP в Верховный суд. И, соответственно, готов передать судебную тяжбу по поводу XRP в Верховный суд. В принципе, если это также случится, если это будет, то в принципе это потенциально может привести к эскалации спора по поводу XRP. Поэтому здесь мы видим, что так или иначе Ripple, как по мне, компания, она может в этом случае выиграть. Почему? Потому что теперь уже Верховный суд возьмется за все это дело и в принципе доведет его до конца. По поводу, значит, встречи, понятное дело, что пока что нет никаких новостей и стоит ожидать новости уже завтра, 10 ноября. Поэтому, в принципе, если новости будут действительно очень интересные, то сделаю ролик с утра завтра и мы их обговорим. Что также нужно отметить, что поступит ли иск Ripple против SEC в Верховный суд. Ну, на самом деле, пока что нет однозначно мнения, что да и нет. Но если, значит, штраф будет такой же 770 миллионов долларов, которые Ripple якобы там должна заплатить, то, скорее всего, иск будет. Если же там 20 миллионов долларов, то, скорее всего, Ripple просто заплатит эти деньги и все. На этом закончится. Также генеральный директор Ripple готов бороться с SEC в Верховном суде. Отклонила внесудневного урегулирования, что свидетельствует сильная юридическая позиция Ripple. Также комиссия по ценным бумагам и биржам SEC сняла все обвинения с руководителя Ripple. При этом Ripple добилась ряда юридических побед, что указывает на то, что SEC может находиться под давлением. Ну и, соответственно, несмотря на победы, генеральный директор Ripple призывает к более четким правилам криптовалюты в США и конструирует рост компаний более дружественных к криптовалютам в странах. Что также нужно отметить, что крайний срок сегодня и, естественно, графики брифингов, я думаю, будут либо уже сегодня ночью, либо будут завтра. Также немаловажно то, что конгрессмен США Том Эммер критикует SEC. И, соответственно, также здесь заявлено, что он упоминает SEC против Ripple в законопроекте Палаты представителей. И, соответственно, что он говорит? Он говорит следующее, что моя поправка направлена на то, чтобы положить конец злоупотреблению со стороны председателя Гринслера. В частности, моя поправка запрещает SEC использовать средства для правоприменительной деятельности, связанной с транзакциями, с цифровыми активами до тех пор, пока конгресс не примет закон и не предоставит SEC юрисдикцию над этим классом активов. То есть, по сути, конгрессмен занял, конечно же, сторону Ripple. И также под руководством Гринслера комиссии по своим бумагам и биржам SEC приняла десятки принудительных мер против индустрии цифровых активов. Ну, и даже здесь он взял сторону не то, что даже Ripple, а сторону криптоиндустрии. И также, несмотря на то, что так и не разработала ни одного правила и положения, которым должна была бы следовать отрасль, речь идет о SEC, которая практически за все это время ничего не сделала, от слова совсем. И председатель Гринслера отказывается предоставить терминку четкие критерии для цифровых активов, которые он считал бы ценными бумагами. Как эта отрасль может соответствовать требованиям, если нет никаких правил или руководств, которым нужно следовать. Ну, об этом, в принципе, Ripple еще заявили в начале, еще в конце 20-го года. И до этого, кстати, они заявляли, что Китай опережает в этом плане то, что у них есть четкое определение, что такое криптовалюта. И в плане даже технологическом Китай, конечно, опережает США. Но и если так бы пошло и дальше, и, скорее всего, она так еще идет, то получается, что США просто утратили бы лидерство в этой сфере. И, скорее всего, они его и утрачают. Что также нужно отметить, что одним из таких правоприменительных дел за пределами юрисдикции стало знаков правонарушения всех в отношении криптовалюты Ripple, утверждая, что XRP является ценной бумагой. И, в принципе, дальше идет о том, что в июле они доказали обратно, и конгрессмену необходимо дать возможность завершить свою законодательную работу, чтобы будущая инновация в области строя активов определялась американцами, а не неизберемыми бюрократами в округе Колумбия. Вот такие дела. Что также нужно отметить, что, значит, есть слухи о том, что XRP станет золотым стандартом в течение 12-24 месяцев. То есть, речь идет от года и до двух. И это от британского национального банка. То есть, в принципе, если это случится, то при этом понимаем, да, какая коктализация будет XRP. Просто огромная. Также здесь есть зеленый свет на то, что финансовое управление Дубая все-таки будет использовать XRP для платежей. Но пока что по факту этого нету. И пока что это слухи. Но, тем не менее, эти слухи, конечно, можно разогнать. И, возможно, когда будет реализация, когда будут новости, то, конечно же, XRP ждет небывалой ту зиму. Но пока что мы видим, что рынок криптовалют вроде как и неплохо так растет. То есть, мы видим, что определенно криптовалюты выходят со дна, идут они наверх. Но определенно не все, не все дали хорошие X. То есть, мы видим, что люди там, конечно, у них было ожидание. То, что сейчас будет сезон альткоинов и будут супер-иксы, там, от 3 до 10, а то и даже больше. Но сейчас пока что этого не происходит, да, особенно из криптовалют, которые находятся в топе, да. Ну, то есть, из топа, ну, на самом деле, только Solana действительно продемонстрировала рост. То есть, остальные криптовалюты пока что стоят на месте, вернее, даже не стоят на месте, а медленно растут. Ну, хотя бы медленно, но верно растут. Но это говорит о том, что действительно, когда рынок подойдет к пику, то дамп будет довольно-таки серьезным. То есть, этот дамп, он заберет рост криптовалют, которые строили этот рост на 1-2 месяца, возможно, даже 3 месяца будет такое, да. Поэтому я считаю, что к этому нужно подойти довольно-таки серьезно. То есть, если есть какая-то прибыль хорошая, весомая, нужно фиксироваться и часть какую-то там оставлять. И, в принципе, дальше в плане рынка криптовалют доходить ту монету, которую вы купили на долгосрок. Да, вот, в принципе, такие дела. Ну, а с вами был Криптовтеф, 7.8 ПК. Не забывайте про боты, потому что боты тоже торгуют. И здесь мы зарабатываем прибыль. Например, за одну сделку по аудио мы заработали 856 долларов и 86 центов. До новых встреч!